В общем-то, давайте будем продолжать наше служение. Я сейчас хочу передать микрофон Сергею Журавлеву, служителю, пастору церкви из города Тулы, как я понимаю. Или у вас дети в Сея-Руси, да? Так что, так вот. Ну, и расскажите о себе и о том, чем вы занимаетесь. Пусть Бог благословитесь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся, которым действительно все, что на этой земле совершено и совершается, мы и живем, и движемся, и существуем. И если неверующие этого недопонимают, или вообще не знают даже, то верующие это понимают и знают, что все это вокруг нас, что мы знаем и не знаем, что видим и не видим, все это создано им и для Него. И во славу Его существует. И верующие имеют великую привилегию пред всем творениям остальным. Разумно это не только знать, но и благоставлять Бога, благодарить Бога за все. Если неверующий человек, далекий от Бога, тоже переживает благодать Божьей, конечно же. Бог о всех заботится абсолютно, и верующих, и неверующих, и знающих Его, и не знающих. Дождь Свою посылает, или снег сегодня, на всех, и знающих Его, и не знающих. И солнце Его всем схотят, и добрым, и злым людям. И Он хочет, чтобы все люди спаслись вообще, и достигли познания истины. И для этого Он все создал необходимое, все сделал, отдав Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, имел жизнь вечную. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, и человеком Христос Иисус, предавший себя за искупление всех нас, для каждого из нас, за каждого из нас. Слава Богу! Братья, да, время быстро бежит. Я очень Богу благодарен, что снова с вами. Знаете ли, вот Бог-свидетель, я вас часто в молитвах вспоминал. Да, и, ну, Диму сто процентов, конечно, вот, и всех святых. Знаете, вот, потому как, как вот написано там, телом отсутствует, да, но духом присутствует. Вот такое часто мы верующие переживаем, да, бывает. Какие-то бывают особенные переживания, и по поводу Липецка, вот такие переживания были у меня, неоднократные «е» были, за эти годы. Слава Богу! Время быстро идет, на самом деле, и человек, наверное, старше становится, это лучше понимает, больше понимает это, и, знаете ли, и ценит это по-своему. За это время я тоже, да, привет передаю от своей супруги. Спасибо за молитвы, кто молился, кто знал, не знал. Я, вообще, собирался приехать пораньше, чуть не прямо к собранию. Намеревался еще позавчера выехать стулы, но вот такая, я так просто делал, атака дьявольская была. На ровном месте резко давление поднялось, по 200, и скорую вызывали, скорая, правда, так и не приехала, долго ждали. Но скорая помощь наша, вылили не Господнем. И слава Богу, что если даже врачи те замедлили, и так и не приехали, мы потом перезвонили, уже просто отбой дали, потому что уже это давление стало нормализовываться, уже молились. Я только в социальных сетях успел написать информацию, что вот супругу плохо вызвали, скорую, потом уже на другой день посмотрел, в конце уже вечером, там куча была всяких, во-первых, отзывов, людям молятся, слава Богу, это меня порадовало, и в том числе и липецкие, вижу, молятся тоже. Вот, значит, и с разными тоже церквей. И вчера тоже давление повышалось снова у супруги, но, слава Богу, уже не было так вот опасно. И вот, пользуясь случаем, как говорится, передаю привет тоже и от нее, и они уже потом видео посмотрят уже, и от детей от наших, и внука, потому что за это время, что мы не видели с вами, я уже стал дедушкой. Началось мое, как говорил кто там из питерских, детство. Началось мое детство. И оказывается, это очень приятно, не врут люди, на самом деле это очень приятно. Вот, пока у нас один внук, первый внук, вот ему уже год исполнится на днях, вот, так что, ну, а там уже остальных, посмотрим уже внуков тоже, со временем. Но это как-то очень приятно, на самом деле, не только своих детей видеть, вот так вот, да, детей, своих детей. Вот, чего я вам желаю, у кого еще нет, еще внуков, это очень приятно, и очень трогательно, по-своему, знаете ли, переживание такое. я представляю, как его еще, еще более сладостнее у внуков, еще детей видеть. Правда, думаю, это вообще классно, Да, здорово. Слава Богу. Ну, жизнь идет, и, знаете, сегодня хочу поделиться Словом Божьим, также свидетельством, и, начав вот именно с вот этого благодарения Бога, хочу ему всю славу воздать. Действительно, всю славу воздать за жизнь, за то, что мы им живем, и движемся, и существуем. И, если даже и неверующие порой это где-то понимают, может, интуитивно, где-то на подсознании, на подсознательном уровне, то верующие, сознательно это понимают, разумеют, и, я так понимаю, по своей жизни христианской с каждым годом все больше и больше это понимают. И, как вот знаменитый был спор, там, армениане, кальвинисты, по-моему, Чарльз Перджин, кто-то из великих, этот протестантский, златоустый, говаривал такие слова по этому поводу, что это, скорее, даже не спор теологии, идеологии, как бы, а спор, конфликт опыта. Яков Арменин был молодой, зеленый верующий, и, как бы, он все время кричал, я нашел Бога, я обрел веру, я, я, я. А Кальвин был уже, пожилой человек, и он говорил, о, благодать, спасен тобой, это все ты мне нашел. Как бы, это был конфликт, не даже теология, или теология, а просто опыта. И, тот же самый, Сперджин говорил, что, христианин в начале пути, говорит, он, говорит, армянин, я нашел Бога, я обрел Бога, обрел веру, я, я, я. А уже в конце пути, он смотрит, озирается, говорит, нет, вообще, это не я. Как говорится, я не я, и больше, это не моя. Это все Бог, и Он все создал, и Он все, и двигал меня всю жизнь. Это Он, в каждом дне моей жизни. Вот, и благодарю Создателя моего. Спасибо Господу за все. Боже, благодарю Тебя в собрании святых. Сегодня благодарю Тебя за эту честь снова быть здесь, в Липецке. Боже, и с моими братьями, и сестрами вместе, и благодарить Тебя за все, и молиться Тебе, славить Тебя, и прошу Господь, говори сегодня в наши сердца через Слово Свое, свидетельство, и пусть, Твоя благодать умножается в познании Тебя. Аминь. И, братья и сестры, сегодня, кстати, кто знает, какой сегодня праздник вообще? Ну, вообще, да, он. Старый Новый год, так говорят, да? Так что он со Старым Новым годом. Довольно странное название такое. Но, вообще-то, по церковной традиции, православной традиции, да, о, совершенно верно, да, сестра узнает, обрезание. Ну, это слово, оно пугающее обычно звучит для христиан, как бы, ну, для мусульман, для людей это нормально. Да, я, у меня родня большая мусульманская, вот, по матери Ататарин, вот, по отцу еврей, вырос русским атеистом. в свое время. Вот, да. Но, мой дедушка, бабай мой, кстати, в России обычно бабая пугают, да? Но, вообще-то, я вырос, бабай для меня это хорошее слово, это дедушка, значит, хорошее слово. Аби, бабушка, бабай, дедушка. Вот, мой бабай, его звали Гали Ахмед, он был такой, настоящий, коренной татаре, и он у нас всех мальчиков обрезал, татарских, ну, не только, сочувствующих. Вот, и, в общем-то, знаете ли, обрезание у нас это было больше, как бы, ну, национальная принадлежность. Это не связано было с религией у нас, ну, по крайней мере, в советское время. То есть, у нас никто и в мечети-то не был. Это больше, как бы, ну, традиция существует, традиция определенная. Да? Вот, но, и сам Гали Ахмед, мой дедушка, и его отец, вот, Али, он тоже обрезал младенцев у нас всех, значит, ну, это я не знал его уже. Вот, так вот, значит, в свое время. И обрезание, это обряд, который в христианстве он обычно не знаком, ну, за редким исключением, вообще-то. И не практикуется тоже в церквях, конфессиях, деноминациях. Но мы знаем из Писаний, что Иисус, он родился в среде обрезанных, также он, да, он родился в среде Израиля. И Рождество, вот Господа Бога и Спаса нашего, да, произошло в Израиле, в Ифлиеме Иудейском, и Иисус, когда родился, то он над ним совершили, как мы знаем, из Писаний, да, законный обряд. То есть, то, что было положено по закону, как бы, исполнили. И об этом рассказывается в Новом Завете. Вообще, ну, конечно, для многих, даже сейчас христиан, это кажется каким-то барварским обычаем, каким-то, вот, может быть, ну, разные отношения есть тоже к обрезанию, вот, одни за, другие против, вот, значит, у нас в церкви тоже есть и обрезанные, есть и необрезанные, разные люди, но Новый Завет говорит нам также об обрезании, и после Иисуса Христа говорит нам об обрезании, но обрезании, которое совершается нерукотворно. Ну, и в Старом Завете тоже об этом где-то шла речь, но в Новом Завете это зазвучало по-новому, это зазвучало очень, ну, в набат, если в Старом Завете об этом были лишь отдельные, как бы, призывы, позывы, как бы, то в Новом Завете это зазвучало уже как в набат, на самом деле, что во Христе и Иисусе действительно все это не имеет значения, и, а есть обрезание Христово как с обречением греховной плоти, и об этом говорит Новый Завет. Ну, а вообще об обрезании, вот, пожалуйста, открываем, я Симфа наскачивал тоже разных переводов, разных Библий, переводы и одни, другие, мне очень нравится сравнивать переводы и вот рекомендую тоже брать им вот скачать переводы, нет, бумажный вариант очень хорошо, классический, да, библейский, Библия, но мне нравится больше электронный вариант, потому что сразу много есть вариантов перевода тут же, не нужно тебе носить библиотеку с собой целую, и плюс еще есть номера стронга, это очень хорошая вещь, рекомендую этой опцией пользоваться все-таки, кто не пользовался, почему, потому что значения слов открываются, ну, в первозданном виде, то есть, конечно, духом святым Бог открывает даже и простым людям, и не знающим греческого и еврейского языка глубинное значение, потому как в древности вот отцы говорили, древние еще, кто молится, говорит, тот и богослов, потому что богословие, это правда, это не просто наука от ума, в отличие от других наук этого мира, существующих вообще на планете, уникально, богословие, это не просто наука вот именно интеллекта, да, разума, это наука общения с Богом, это наука духа, это наука сердца, и поэтому в первую очередь, конечно, не просто, никакие гаджеты не помогут, никакие там переводы и знание греческого, отличнейшее знание не поможет, если нет личное познание живого Бога. Я с этим сталкивался много раз тоже, братья и сестры, и вот вспоминали мы сегодня Петербург, Ленинград, вообще нет, как художники, для художников это как Мекка, знаете ли, так вот, и я помню в Ленинградской духовной семинаре 87-88 год я бывал там на лекциях, попадал, в начале 88-го приезжал специально, ну, за учебниками вообще-то купить литературу, но также и попадал в Александроневскую лавру там на те лекции, вот, и представляете, значит, тоже там был, не знаю, сейчас жив, он не жив, Иануарий его звали, Архимандрит Иануарий, ну, отец Ярмарий, такие вот просто звали, а так вот, ну, между собой, студенты, семинаристы, а так вот, отец, Архимандрит Иануарий, знаток греческого языка, и полиглот, значит, а греческий вообще, это его стихии просто-напросто. Кстати, все-таки, благодаря его стараниям, вышел потом на русском языке подстрочник знаменитый, я думаю, многие протестанты пользуются тоже, подстрочник греческого и Нового Завета. Очень хорошая вещь, и тоже, я, как бы, очень был благодарен за то, что этот человек, он, ну, потрудился в этом отношении, тоже хорошо. Но, слушая и его, и других братьев, вот тогда, я делал выводы некоторые, и вот сегодня я уже могу им однозначно сказать, признать это, что вот даже знание, совершеннейшее знание языка, оно ничего не значит в познании Бога без Духа Святого. Ничего не значит в познании истины без самой истины, без Иисуса Христа, без живого Бога. И в этом много раз убеждался. Так вот, в старом, как мы говорим, завете, ветхом, да, в бытие, в 17-м разделе, там 17-й главе, там говорится об обрезании. Вот я здесь ввел тоже, и вот мне выдало аж из 55 значений, обрезания, очень разных. И вот, в 17-м этом разделе говорится, в 10-м стихе, сей есть завет мой, который вы должны соблюдать, между мной и между вами, и между потомками двоими после тебя, в роды их, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Вот, и братья и сестры, Новый Завет говорит очень интересно. Здесь вот тоже, из Нового Завета, из Нового Завета уже. Так, здесь же и, Колоссянам, в 3-й главе, говорится, нет, ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, барбара, скифа, раба, свободного, но во всем, но все и во всем Христос. Аминь. Вот интересно, между этими вот стихами, да, большая такая, очень история, огромная история. Авраам, или как вот в татарской традиции, Ибрагим его называли, вот, значит, называем, он был, ну, стал отцом всем нам, отцом всем верующим. И, да, он имел веру, ну, которой мы до сих пор восхищаемся, на самом деле. И знак обрезания он получил позже, как знак той веры, которую он, написано, Балапау имел вне обрезания еще своего. Когда он был обрезан, он был уже стариком уже, ему было 99 лет, почти 100 лет, представляете, да, дедушка. Измаилу было 13 тогда, вот, и, в общем-то, его планы были, так вот, как вот, по-человечески, я так понимаю, на Измаила. Но Бог дал Аврааму родить Исаака, сына не рабы, и дал ему родить Исаака именно как своего сына обетование по обещанию. Я Богу благодарен, что сегодня все мы верующие, независимо от нашей национальности, культуры, традиции, перечитывая историю Авраама, Исаака, Израиля, патриархов, мы читаем не просто о каких-то чужих для нас людей, нет, мы читаем о своих. Мы читаем о тех, кого мы можем назвать своей семьей. Поэтому, когда вот вопрос стоял, допустим, в общении у нас с церковью, значит, о наших семьях, родах, я, как ты сказал, братьям, говорю, я так разумею, что хочу прочесть о своей семье, свое родословное. Вот, открывай Библию. Я понимаю, что из Библии я вижу историю своей семьи, своего рода. Не важно, какого-то рода племени. Важно, кто ты в вере. Важно, кто ты, как новое творение, если ты действительно новое творение, то это новая история, идущая от нашего праотца. Слава Богу! И обрезание Христова, оно особое, совлечение к греховной плоти. Разные переводы есть тоже этого выражения, но все имеет в виду отторжение старого прошлого. Опять-таки, вот, допустим, любой человек, каждый из нас идет своим путем каким-то к Богу и с Богом уже. Обратившись к Богу, пережив обращение духовное возрождение, а что дальше идет? Путь определенный. и путь веры, и в том числе обрезание, которое по духу, которое по сердцу. И это касается всего, и глаз наших, ушей, языка нашего, много всего. Каждый проходит по-разному это. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то уже под старость, знаете ли, кто-то с юности начинает от обрезания. Но оно касается всех и каждого. И не только мужского пола. Написано уже неважно, мужчина это или женщина. Во Христе Иисусе обрезание все мы проходим. Обрезание духовное, обрезание Христова, обрезание Господнего. Поэтому тот обряд, вспоминая сегодня, который над Иисусом совершили, младенцем еще. Конечно, да, мы понимаем, что Иисус для Него это знак закона завета, того самого Авраамова еще завета. И Он весь был подчинен закону самых, как говорится, молодых ногтей, самого, с молоком матери все это воспринял, самого нежного возраста. И знак обрезания был для Него как раз это знак этого завета. Но, друзья, братья и сестры, дамы и господа, в действительности это, будучи под законом, Он совершал то, что является искуплением, то, что является спасением для всех и под законом, и те, кто был вне закона, те, кто был вне завета. Если до Христа история, вся история человечества катилась вниз, то после Христа наступила действительно новая эра, с момента Его пришествия, новая эра, сегодня даже неверующие далекие от религии историки, так или иначе, косвенно, но признают это, что ход мировой истории не просто точка отсчета вот такая вот была однажды, знаете ли, оговорена императорами христианскими, нет, а что в действительности началось новое человечество, как вот раньше сказали бы, новая общественная формация, которая до того не существовала. Были лишь наметки, отдельные предугадывания этой общественной новой формации, но ее как таковой не было. Были прообразы, в частности, вот и народ Израиля сам даже в целом являлся этим великим прообразом, но с момента пришествия Христа все изменилось, весь ход мировой истории поменялся вообще. И недаром Иисус сравнивается в Новом Завете с новым Адамом. В Новом Завете новый Адам. И это новая история нового человечества. Как в старом Адаме все люди, не важно, конечно же, были разные люди, будьте здоровы, вот, были разные люди, и были умные, и глупые, были и боящиеся Бога, ищущие Бога, и совершенно равнодушные к Нему, далекие от Бога. Были разные очень люди, были люди даже такие, как вот, как говорится, богатыри, не вы, были такие, что вот там прямо вот на колеснице и туда, знаете ли, в небеса, были такие, что пошел человек на гору 120, без всякого альпинистского снаряжения, 120 лет восхождения, представляете? И он там молился, он там общался с создателем своим. Потом евреи поднялись, где же Маше? Давно не спускался уже, а где же он? И нет его, и тело так и не нашли, всю гору перерыли, так и не нашли. Учителям, еще залога до Христа, задавали вопрос израильским учителям. А где же тело Маше, рабейнум? Где тело Моисея? Да, был спор о Моисеевом теле, и в Старом Завете тоже рабины того времени, они верили в это, они знали, что с его телом что-то не так вообще. Как говорится, нет тела, нет дела. Вот, и обычно рабины так говорили, вот придет Маше, придет Христос, он все расскажет. Потому что для нас пока больше вопросов, нежели ответов. Но они честно рассудили. Что выдумывать, не знаем. И вот, слава Богу, что пришел Мессия, пришел Христос, и он не просто это рассказал, он это показал, ну, по крайней мере, трем следителям для истинности утверждения. При трех свидетелях он показал, что Моисей не просто умер, как вот все обычные граждане умирают. Дух выходит, и тело без духа мертво, подвергается тлению и стлению. А что он умер в другом совершенно значении и звучании. Смертное было поглощено жизнью. Вообще. Это потрясающая история. Так что Моисей, он не не сошел с дистанции там перед Эрд-Сезраэль. Нет. Он счастливчик, безунчик. Он был прямо туда восхищен. И если бы Иисус разговаривал с покойником, знаете, какой-то Саул там в Аэндоре, у волшебницы, значит, то, с имуилом, то тогда бы, конечно, была бы беда. Тогда бы Иисус не мог бы сказать под занавес своего служения, что вот идет князь этого века сего и не имеет во мне ничего. Потому что спиритизм страшный был грех на самом деле. И он обозначен как общение с мертвым, грех. Но Иисус не был спиритистом. Знаете, нам в семинаре промывали мозги неправильными вещами совершенно. Нам говорили, что вот Иисус общался с мертвым, и поэтому нам можно общаться с мертвыми, что это одобрено, как бы, табу снято, запрет снят с момента его общения. Но, братья, я потом рассудил, что это ложь. На самом деле Иисус не разговаривал с покойниками в таком смысле слова, как вот обычный умерший человек к душам уходит и тело без духа мертво, подвергается истлению. Вот с таким духом общения нет. А это живые, взятые туда, в это небесное измерение. Как последние поколения верующих, счастливчиков, которые при гласе архангела там, да, описываются события при трубе Божьей, Господь сойдет с неба и мертво во Христе воскресном прежде, потом и мы, оставшиеся в предшествии Господнем. О, это событие, оно будоражит воображение уже многих поколений верующих. И, в общем-то, в каждом поколении больше или меньше ожидания было это. И мы тоже порой, когда с женой так на эту тему общаемся, то тоже порой говорим, как и многие верующие тоже. Вот, оказаться бы таким счастливчиком не хочется умирать, честно говоря. Хочется, чтобы смертно было поглощено жизнью. Носия сам и создал нас Бог вообще-то. Для этого, для вечности, не для временности, для вечности. Вот так вот. Но, конечно, как ему угодно будет уже. Вот. И, братья и сестры, конечно, новая история, новое человечество. все люди, что были после первого Адама, они несли на себе следы проклятия, больше или меньше. Ну, мы это называем, как, первородным грехом, да, называем обычно в христианстве. В еврейской традиции это не называется первородным грехом. Но, нет такого термина, но, есть другое название. Но, в принципе, это же подразумевается. Эцерара. Злое начало в человеке. Ну, это, как говорят, хрен резкий не сладкий. Это, в принципе, одно и то же, просто под разными названиями как бы существует и разными определениями некоторыми. Вот. Злое начало в человеке. Эцерара. Значит, злое начало, которое заблодело человеком. Больше или меньше. И мы знаем, что до Христа вот этот Эцер, он плакал правил. Этот змей, который не просто змей, беседующий с женщиной, это одна проблема, но змей, который внутри уже человека, это уже другая проблема. И с момента пришествия Христа все поменялось. Братья и сестры, дамы и господа, 2000 лет человечество мало по малу несет на себе все больше и больше следы Божьего, нового Адама. И это радует, друзья. Это радует. Это действительно Божье чудо. Величайшее чудо. Да, и вот на днях праздник крещения тоже. Я когда у вас бывал, уже тот раз кое-что рассказывал, тоже я в детстве, конечно. Вот, и примеры такие, мои любимые примеры с огурчиками в семинарах, я очень люблю такие примеры приводить. Любите малосол? Огурцы кто любит? Есть любитель огурцов? Есть малосол, да? А есть соленые огурцы. И вот как раз почему я рассказываю, потому что для тех, кто может не знает еще, что в греческом языке тоже скачался в словаре, значит, и на самом деле в современном греческом языке правду Архимандрита Ионуали действительно в аптизу переводится как окунание погружения. Ну, это как бы первое значение. Вот, но в старом греческом в койе, в этом наречии, на котором написан был Новый Завет. И вообще по если повладеет молодежью английским, вам очень сильно повезло, потому что эти программы тоже самое с Номерами Стронга на английском есть полная версия с историческими справками. Это очень очень увлекательное чтение. Я сам не сильно смотрел английского, но вот через переводчики я так потихонечку перевожу там где-то у братьев что-то прочитаю. И исторические справки они дают такую информацию, где это слово употреблялось и в каких источниках, допустим, да, с цитатами такими. И очень интересное чтение. Так вот, баптизу во времена Христа и до него лет за 200, даже за 300 даже еще до Иисуса, до нашей эры, это слово баптизу употреблялось по-другому, оказывается, совсем. И в основном для описания соленья огурцов использовалось. Представьте, слово баптизу. И, ну, правда, еще другой был вариант, еще прокраска тканей тоже использовалось, это же слово баптизу. Но в основном для соленья огурцов и вообще овощей. Греки тоже любили, оказывается, соленые огурчики, но малосол они баптизу не называли, а только лишь те огурцы, которые имеют соль уже не просто на шкурке, да, а в себе уже имеют соль, полностью просоленые. Вот эти огурцы они называли баптизу. Так что, товарищ огурцы, настоящие баптизу, настоящие баптизские огурцы это те, которые прошли полностью просолку, а не просто на шкурке имеют соль немного, да. Но малосол имеет свою прелесть гастрономическую, значит, что, сочетание свежего и соленого. Но греки не называли это баптизу. Вот чем дело. И Бог хочет, чтобы мы действительно с грядки как говорится, прямо в карте, чтобы мы, попадая в этот божественный рассол, пропитывались им, просаривались им. И, да, очень интересная процедура. Знаете ли, это вот хорошая иллюстрация нашей христианской жизни. То есть, получается, по аналогии с огурцами, если так вот, значит, вот рост ты себе, рос на грядке этого мира, как и другие твои товарищи огурцы растут себе, значит, как бы, огуречная жизнь обычная. Знаете ли, солнышко поливает, растет. И вот для огурца его отрывают, как говорится, от матери земли. Это что, это как смерть. Представляете, да? И другие там соседи по грядке думали, ох, какой огурец был, пропал. Пропал огурец. Но они не знают, что на самом деле для него жизнь начинается новая совсем. А они как раз, если останутся на грядке, вот они пропащие. Урожай пропадет. Но Бог хочет, чтобы весь урожай попал в закрома, чтобы ничто не погибло и никто не погибло. Чтобы действительно все было собрано в закрома его. Весь урожай. И все были собраны и поместились в него. Иисус говорил уходя, что кто будет веровать и креститься, спасем будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Есть такие очень укращенные представления об этом. Даже я слышал от многих батюшек такие юридические откровенные толкования, что вот кто будет веровать и креститься, спасем будет. Знаете ли, даже такие, притом на полном серьезе. Я думал, что это знаете ли, такие шутки поповские. Нет, на самом деле люди так порой верят даже. Но на самом деле там слово баптизу, означающее окунание погружения. Поэтому протестантский фактор мне больше нравится. Значит, как бы, вот, чем православное в этом отношении. В этом отношении. То есть там указание на водное погружение, окунание, безусловно. Но и опять-таки здесь полуправда, не вся правда. Вся правда в том, что здесь конечно же имеется в виду сам обряд, таинство наше церковное, христианское, погружение в воду по вере в Иисуса Христа, как испрашивание или обещание Богу совести доброй. Это правда, на самом деле. Из песни слов не выкинешь. Из писания это не уберешь. так оно и есть. Но братья и сестры намного глубже и больше я так понимаю слова Иисуса надо понять как именно кто уверует в меня и погрузится в меня и пропитается мной будет спасен. А кто не уверует ну как говорится по налоге с огурцами так и погибнет на грядке этого огорода этого мира. Вот Бог хочет чтобы все собрать. А еще в другом месте крещение говорится во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть я так понимаю погружение в сущность Отца Сына и в сущность Святого Духа и вообще это потрясающее погружение потому что Иисус говорил что как раз в процессе погружения что-то совершается чудесное. Ну как по налоге с огурцом огурец из банка когда мы достаем уже все он уже и запах у него другой и он вообще другой огурец там хрустнул все там и чесночок и перчик и кравка всякая и соль он пропитал у него дух другой уже совсем он пахнет по-другому совсем даже если готовишь ленегрет не нужно солить даже если миска огурцов соленых есть у тебя просто порезал перемешал и уже все блюдо соленое уже представляете то есть эта соль она уже не только его самого соля огурец а и вокруг все блюдо соляется вообще то есть удивительная история этой соли божьей которая всего этого духа чесночка ферточка все трапки все это попадающее внутрь нас я понимаю что все ингредиенты эти божественные они есть в слове божьем в духе его в нем в самом и погружаясь в него мы обретаем новую сущность братья и сестры но огурец он не понимаете не пройдет просолки если он будет окунаться а потом высовываться знаете мало толку с этого всего важно погрузиться и не погружаться погрузиться и в нем пребывать постоянно просаливаться вот наша задача так что всем это много баптистов если не по конфессии то по нашим убеждениям должны быть и я помню в Рязани в баптистской церкви проводил семинар на эту тему баптизу как раз ну я там со слайд-шоу этими греческими текстами там пастор Анатолий Ривен я говорит баптист баптист баптистский уже но я не думал никогда что приедет батюшка православная будет учить меня баптизму и я понял что я еще не баптист еще до конца мне еще слушайте просаливаться надо не ну интересно такое его размышление было такое вот и на самом-то деле вот наша задача христианская да уверовал погружайся в него и пропитывайся им и пропитка совершается просолка да удивительным образом по-разному у всех конечно но помогает нам что атаку вот самое что требуется не дергаться главное главное не сопротивляться главное не выгружаться главное не высовываться вот попал и сиди себе там и прославиться все то есть от опорца мало что знать главное не дергаться значит и расслабиться все и принимать эту соль божественную вот общаться с Богом вот через это общение я понимаю эта соль проникает внутрь тебя да вот если ты толстошкура даже сам но все равно соль пройдет в тебя если ты готов принять эту соль слава Богу и еще я сказал что также знатоки греческого утверждают что это слово баптизу используется не только для описания соления огурцов да но еще для прокраски тканей и вот они говорили греки у них в ихних городах в ихних кодисах было свое нечто вроде ОТК контроль качества был свой и чтобы защитить ихнего греческого как бы потребителя и вот значит когда на рынке допустим или производители вот эти ткани да прокрашивали их самая дорогая была пурпур они прокрашивали оказывается из моллюсков аж делали представляете и очень дорогая краска была и процедура была очень сложная не просто обычная прокраска я представлял себе там очень сложная процедура не буду все описывать но скажу так что на века прокраска была на века даже сейчас археологи допустим находят какие-то фрагменты допустим тканей и краска сохраняется представляете то есть это вот настолько качество какое удивительное качество вот и да натурально все и качественно сделано было ну как бы как сейчас говорят обычно хотя на самом деле не все так было качественно конечно же, это больше так говорят говорят курдок, это вообще всякое говорят, хотя госты хорошие были, вот на самом деле раньше если по гостам, то правильно все было сделано было качественно, так вот и братья, знаете, вот интересно когда прокраска шла в греческой культуре тоже были смехалтурщики тоже те были недостойные, непорядочные люди, которые хотели минимум затрат, максимум выгоды иметь, прибыли так вот, и чтобы защитить потребителя в полис выделял специально людей, компетентных таких которые приходили и могли в любое время прийти допустим, да, с проверкой такой, и вот отмерить кусок ткани, они отдавали эту ткань женщинам, те с ней только что-то не делали, и варили, и парили и полоскали, и все-все-все, стирали много растирок, и потом опять приносили, и если свет оставался тем же самым по качеству, они говорили баптизу баптизу, баптизская ткань но если начинала краска сходить если качество портилось они не признавали это баптизу если баптизу, то шло на вены качество, если нет, браковали а этих наказывали, штрафы полис каждый имел это право так вот, и что интересно тогда пурпур ценился царская ткань, говорили вот, и все recogn除ения Я только лишь с кровью Иисуса Христа, благодать Его. И обескровленная церковь, обескровленное христианство, это, скажу так, уже горе христианин и горе христианства. Это не настоящее. Это уже либо отпадшее, либо даже и не был никогда живым, просто называющийся, имеющий имя живой, а на самом деле мертвый. Вот лишь пропитанной кровью христианство, это христианство полнокровное. Как вот тело, оно без духа мертво, да, вот тело без крови, душа в крови, да, душа когда покидает, истекает, да, потери крови, допустим, да, и люди умирают от потери крови. И вот в каждом христианине есть, скажу так, больше или меньше бывает такая проблема, как обескравливание, потери крови. Вот, у некоторых христиан это хронически, кровотечение, это вот, потеря этой крови. Все меньше и меньше внимания этому уделяешь и понимаешь, что жизнь уходит, уже все, как бы, близка смерть. Но, чтобы снова вернуть жизнь, снова взирая на Христа, взирая на крест. Все очень просто, все гениально просто, да, а это самое гениальное, из гениальнейшего спасения, оно Богом устроено настолько просто. Взирая на Христа, взирая на крест, взирая на кровь Иисуса Христа, размышляя об этом. Через это, ты, как если с ноги, с огурцами, вот в тебя эта соль придет, в тебя это все придет, это краска, ты прокрасишься этой кровью христовой. И тогда чудеса и знамения, они просто сопровождают на самом деле жизнь. И видишь и радуешься этому, и благодаришь Бога за все это тогда. Вот, и пусть Господь наше христианство, нашу жизнь христианскую наполнит этой кровью, размышляем об этом. Потому что и этим мы спасены, кровью Христа, и спасаемся, и будем спасены только лишь кровью Иисуса Христа. Даже если всю жизнь на огороде, как говорится, царства Божьего проработал, от начала до самого конца, у нас одна награда все равно. У нас одна цена крови Иисуса Христа. Та самая цена, которую оценил Господь всех нас, и правых, и неправых, и евреев, и неевреев, обрезанных и необрезанных. Мужчин и женщин, всех-всех-всех оценил. И искупил всех нас этой кровью. Его кровушка пролита была за всех нас. И я так разумею, что, когда об этом размышляю, моя жизнь преображается. Еще в 19-е веке один мыслитель, не помню сейчас его имя, французский мыслитель христианский, он говорил такие слова, что Христос, Иисус, Он тот, о ком даже одна мысль делает мир чище. Вот такое мне как-то запало вот это сравнение красивое. И когда мы о нем мыслим, когда мы взираем на него, то действительно совершается чудо. Я люблю песни, и я неинтересно очень люблю эти песни, и тоже евангельских христиан, которые вот поются. И там мне запало в 96-м году, когда познакомился с евангельскими героями, и то, кстати, с 50-никами, когда познакомился. Некоторые песни, они тогда вот очень сильно запали в мое сердце. Особенно первое самое, Любовь к Христа, Безмерный Велика, вот эта песня. Там, Славьте Бога, Славьте Песнопедник еще, там еще несколько песен. Но еще одна была песня, в Минске, там был такой брат Марчук живой, где я заспал, приехал к нему тогда, в 96-м году. Значит, и вот хор там у них был, но они, я понял, со всей Белоруссии съехались там, братья. И пели. Вот эту песню мне очень сильно запомнилась она тогда. Там слова есть. Зайдем на Голгофу, мой брат, Там посланный Бога, Мессия распят. О правде святой проповедовал он, Больных исцелял. Теперь он казнен, Пойдем перед ним, Пойдем перед ним, Взойдем на Голгофу, мой брат. Месестра тоже. Когда я слушал это, вы знаете, я, кажется, шерсть дыбал. Я просто весь был в таком восторге. Я понимал, что действительно в этом все, в этом все наше христианство. В этом вся наша вера. Конечно, да, мы понимаем, что Христос, Он воскрес из мертвых, и Он воссел весную на почетном месте у Отца своего. Он придет как судья уже, живу на мертвом. И царство его не будет конца. Мы это исповедуем. Но вот действительно, взирание на Голгофу, взирание на размышления, размышления, можно обрисоваться крестами, можно картиной обложиться, но так и не уразуметь, Голгофе, так и не уразуметь ценности крови Христа. Но наш ум, мы, ну, вон и сапи, если в конце концов, люди разумные. Бог нам дал этот разум не просто для чего-то. Да, конечно, и дал нам для многого этот разум, но в первую очередь для опознания умного, служения Ему, для познания Его. И через кровь Иисуса Христа, размышления крови Христа, это все совершается. Иисус сказал Никодиму, помните, как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и сына человеческого, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так он возлюбил этот мир. И, друзья, история вот с тем змеем, да, или, я уже говорил, да, что, возможно, там не шла речь о таком шипящем, там, обычном змее, возможно, шла речь о пернатам, как говорят там змеи. Вот, возможно, шла речь, потому что в оригинальном еврейском тексте, если вы скачиваете с номерами стронга, вы обратите внимание, что там шла речь не только о змеях обычных, которые кусали, поражали Израиль в числах, но шла речь и о серафах, серафимах, шестикрылые существа эти, которые имеют шесть крыл, которые в русском переводе, во многих других переводах, они убраны, в украинском проекте есть там серафы, серафы стоят. Вот, в русских переводах обычно почему-то убирают это слово. Ну, наверное, переводчики, наверное, так разумеют, что к чему это? Вот, змей, понятно, поражает, но когда ангелы поражают божьи, это как бы не очень, может быть, корректно, не очень, может быть, корректно. Вот, но с другой стороны, мы понимаем, что ангелы, они посланники Всевышнего, ну, как говорится, ничего личного. То есть, он может прийти как с хорошей новостью, так и с плохой. Как бы, он не сам по себе такой плохой, или там, или хороший, да? Вот, они все хорошие, по сути-то. Так и люди все хорошие, по сути-то. Вот, просто кто-то отпадший, кто-то вернувшийся, будем так говорить, из человеческого рода. Вот, а ангелы приходят порой с разными вестями. И вот тогда, когда Израиль роптал и сердца свои обращал назад в царство тьмы, в Египет, знаете ли, то пришли эти змеи. И не просто по пустыне Бог объявил призыв всех этих змей, сползлись всякие гадюки, там, гремучие змеи, какие-нибудь там, гюрза, там, кобры, какие-то еще змеи. Это страшно, конечно, но от них можно еще как-то отмахаться. Но попробуй отмашись от Серафа сверхъестественного истребителя. От него уже не отмашешься. Бесполезно. Против ангела уже. Какой прием у тебя? Нет. Поэтому, если от таких змеев можно было еще отбиться как-то, защитить себя, может быть, свою жену, там, ребенка, значит, но, а попробуй отбейся от сверхъестественного истребителя. И Бог показал тогда Израилю, что не просто это змеи-враги Израиля. Нет. Он сам решил покарать свой народ. И Серафы, это были посланники Всевышнего в тот день, которые истребляли Израиля. Вот, жанрили. Потому что Серафим, или Асрафил по-арабски, то обычно первое значение нам нравится, но мало кто считает дальнейшие значения. Они тоже немаловажны. Первое значение – это пламенеющие, огненные, горящие, как бы хорошие такие, да? И там по контексту имеется в виду пламенеющие к Богу, там, хорошо все. Но дальше есть другие варианты перевода. Жалящий, поражающий, истребляющий. Это уже не очень нравится порой читать. Знаете ли, вот, но что есть, то есть. Ангел, он и так может прийти, как поражающий, как жалящий. Не просто как вот именно осеняющий, знаете ли, или как там благоставляющий. Нет. И поэтому, друзья, там, тем более, что Бог повелел, запретил накануне как раз, в Исходе, да мы читаем, запретил делать гадов изображение. Вот. А здесь, вроде бы, парадокс. Он нарушает, как бы, свое слово и повелевает сделать изображение змея, медного змея. И по всей вероятности, по еврейскому тексту, вот, 99%, ну, 1% еще можно добавить. Но почти 100% можно быть уверенным, что шла речь не о обычной гадюке или кобре изображения змея, а о изображении серафа. И еще и почему? Потому что для нас, новозаветных верующих, вообще здесь, как бы, ну, все становится ясным. Потому что серафы, они двумя закрывают лица своих крыльями, двумя закрывают ноги и двумя летают. То есть, знак серафа, издалека он напоминает крест. Вот, и поэтому Иисус говорит, что как Моисей вознес меня в пустыне, так должен быть вознесено и сыну человеческому. То есть, он был похож вот на, вот действительно осеняющего, вот так вот, и похож на крест. Вот, но самое главное, не в том даже, даже если это была просто обычная гадюка изображена. Самое важное это в чем? Что те, кто смотрели с верой, да, они получали исцеление. И даже если змеи пытались их укусить дальше, ничегошенько у них не получалось. Потому что они смотрели на того, на кого Бог повелел смотреть. Вот, удивительная история. Сегодня в этом мире мы действительно среди зла такого обитаем, что клубки этих змей вокруг, везде практически. В шагу не ступнешь, и проблема. Но мы можем пройти среди этого мира, грязного, да, значит, и развращенного. Каким образом? Взирая на Иисуса Христа. Размышляя о божественной крови Иисуса Христа. Размышляя о нем. Общаясь с Богом. И взирая на него, мы идем, и даже если не пытаются нас укусить, этот яд, он становится безвредным для нас. Он обезвреживается тут же. Вот так вот. Даже если переболеешь, то ты не умрешь. Потому что этот яд, он обезвреживается через кровь Иисуса Христа, божественную кровь. Слава Богу. Да, извиняюсь, время... Время не ограничено. Да? О, отлично. Отлично, слава Богу. А еще слышал такое близко, что блаженговорящий кратко, либо будет поздно еще. Да. Не дождетесь, как Рабинович говорил. Нет, дело, редко видимся. Слушайте, хочется все рассказать. Все, что накипело. Пусть Бог благословит всех нас в этой просолке, в этой прокраске кровью Иисуса Христа, в этих размышлениях, божественных. Спасибо тебе, Господь. И в этом обрезании, которое совершается неруготворно, которое совершается самим Христом, в духе, в сердце наше, вот это обрезание ценно пред Богом. Друзья, как вот еще до Христа, об этом уже в Израиле шли разговоры, шли споры разных богословских школ. Вот школа Шамая, школа Гилерия, допустим, противоречили друг другу на эту тему. Но, слава Богу, что Иисус расставил все точки над ним. Ответил на все вопросы, по сути, этих школ, этих спорящих школ. И ответил на все вопросы самим собой. Ни чем-то, ни новой теологии, ни новой доктрины какой-то, нет. А самим собою ответил. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, а только лишь через меня. Все очень четко и ясно. Я очень часто, кстати, моим друзьям, вчерашним коллегам, ну и многим очень рассказывая, говорю, что вот один Иисус, один за всех и все за одного. Он пролился на свою кровь. Рассказываю об этом. Кто-то принимает, кто-то злится, начинает, особенно из моих прежних товарищей. Они привыкли, потому что, как и я раньше, прежний в своем христианстве, молиться разного рода посредникам Бога. Но я не устану говорить об этом, что один есть посредник Ходдады, Иисус Христос. Обман врага, что якобы есть множество этих путей, множество из Ходдады. За нас, как бы молитвенников, Ходдады, как бы на небесах. Ни Матери Иисуса Христа, ни кто-то еще из умерших святых, или из ангелов даже, при всем уважении к их светной работе. Нет, ни в коем разе. Никто из них не сможет быть никогда Ходдадым за нас. Лишь один есть Ходдадый, посредник. Первосвященник, который однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное. Однажды и навсегда он совершил то, что он совершил, искупление рода человечества. И всякий, кто призовет имя Господне сегодня, спасется. Аминь. Спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя за милость и благость Твою. Благодарю Тебя за то, что Ты сегодня великий среди двух или трех даже собирающихся, присутствующих во всей своей полноте, во всем своем могуществе. Но Ты и среди большего количества собравшихся, Ты великий и могучий Бог наш. Аминь. Слава Богу. И прошу ваших тоже молитв, братья и сестры, ваши святых молитв прошу. Не знаю, как-то за эти годы стал больше это осознавать, наверное. Как-то раньше, честно говоря, это недопонимал, будем так говорить. Да и сейчас-то я так понимаю, не до конца все это разумею, понимаю, но как-то больше стал понимать зависимость нашу братскую. Больше стал понимать это и знаете ли, это приятная зависимость. Есть не Божьи всякие зависимости, это плохие, а есть Божья зависимость, хорошая. И вот когда братская зависимость, это очень хорошая зависимость. Потому что тогда ты уже понимаешь, что слава вся только лишь Богу, не нам. А мы лишь вот соработники, мы друг за другом в молитве, ходатайстве, допустим, да. И я понимать стал как-то больше в последние эти годы, что от этого очень много зависит вообще. В моем христианстве точно, сто процентов, по крайней мере. Я разумею, что служение каждому, каждому Бог что-то доверил, какое-то служение. Мне доверил служение вот такое, которое несу, знаете ли, до конца непонятно, и мне самому непонятно до конца мое служение. Мне проще было бы стать протестантом просто. И я так честно говоря, раньше и так и думал, в 96-м, когда уже созрел, для того, чтобы выйти уже из традиционного православия, знаете ли, я созрел к тому, чтобы уже снять рясу окончательно, думаю, и все, и бесповоротно. Я и снимал рясу, я полгода даже больше не одевал ее, и я думал, что вообще с этим у меня все покончено. Никогда в жизни больше не одену рясу. Но в том же самом 96-м одел снова рясу еще раз. И не то, чтобы при людьми показаться, знаете ли, а то, что, ну там пару раз было такое, что, значит, надо было спасти положение там, помню, УДК, и сами протестантские пастыри говорят, ну, одень рясу еще раз, пожалуйста. Ну, а почему? Да там директриса такая вредная, не дает ДК, никому не пускает на территорию санатория, только батюшек. Ну, сказалось, будет батюшка? Какой-никакой? Ну, будет батюшка, вот тогда пуще. Короче, пришлось снова одеть рясу, еще пару эпизодов было таких. Думаю, ну что, я штирка, что ли, как бы, что, я одеваюсь, зачем мне это, а ну, мне надо, как бы, мне надо. Но на самом деле Бог в том же самом девяносто шестом призвал снова литерацию, и не просто там разово, двуразово, нет, для служения вот такого евангельского, просветительского служения. Вот, и потом уже, когда начал церковь такую реформаторскую, православную церковь Христа Спасителя, сейчас эпизодом, который я являюсь, знаете ли, я Богу благодарен за этот труд, который, опять-таки, до конца, он непонятен мне до конца, вот, потому что и так много разных церквей, как бы, плюс еще какое-то течение возникает. Зачем оно, казалось бы? Но надо, я так понимаю, сейчас уже лучше понимаю, что надо, спустя 20 лет этих, понимаю, что надо для многих душ, которых Бог хочет спасти, Он хочет вообще всех спасти, и всяческих людей. Допустим, когда я проповедую мусульманам, неважно, там, в своей родне, или там, или где в гостях бывают, то я понимаю, что в их культуре необходимо спасение, принести спасение, но порой, неся христианскую культуру им, традицию определенную, многие миссионеры просто пугают их, честно говоря. Я вот с этим сталкивался, неоднократно сталкивался, и, знаете ли, ну, даже, мама моя рассказывала, допустим, в свое время, мой дел, упоминаемый сегодня уже, Галя Ахмет, одно из его ругательств было, ну, по-русски звучит, как христианин, получается, как бы, да, человек Христа, значит, а почему, потому что, обычно ассоциация такая была, у него будет, если, видишь, под забором где-нибудь валяется, христианин валяется, вот, как бы, это все, то, что в церковь входит, или же, относят, по крайней мере, после смерти, это все, это все христианин, вот, вот, но кафир, это уже неверно уже, это уже, это уже, как бы, как проклятие,